приветствую друзья сразу хочу предупредить что весь этот выпуск я заснял задранный до небес экспозиции а заметил это только на монтаже пофиксил это как только мог но все равно картинка сегодня будет специфической прошу прощения сегодня повторно реализуем трафарет из прошлого видоса только на этот раз на нормальных твердых воротах храменного второго гаража он даже специально для этого дела купил новый пулек перед тем как на них рисовать было бы неплохо закатать поверхность ровным слоем эмали взяли самый бюджетный но как показывает практика для таких задач и это то что нужно действительно кто в здравом уме читает инструкции вот блять вот это что она за что отвечает а вот надо посмотреть один где один вот один я понял а где он тут регулятор количество краски регулятор воздушного потока его тут нет то что нужно регулятором формы распыления 3 получается по всем ржавым местам рамоч уже пробежался жесткой железной щеткой отклопнул отмерзшие слои краски и очистил от пыли ту часть гаража которую будем красить вот слишком жирно по моему 2000 нифига себе 1 10 моего гаража прям по ржавчине можно фигачить по ржавчине 478 это по моему наш вариант абсолютно можно взглянуть грунт эмаль по ржавчине черные три в одном грунт защита от коррозии эмали вот этого за глаза если еще с растворить раз растворителем это все забодяжить а там с той стороны да там отлично остановились на черном цвете на нем наши киберазиаточка будет хорошо контрастировать замешаем сразу наверное пулек 0 5 это не должно хватить сама по себе эмаль очень густая и в таком виде не пролезет в сопло пульверизатора так зря это не сделал сначала был ее размешать хорошенько поэтому растворитель как второй компонент нам необходим два с половиной килограмма за пятихатку по моему очень доступная цена рамоч это сломал я попытался посмотреть насколько он выкручивается и выкрутил и выкрутил яму теперь с пружины не могу penetration в каждом видео просто о хорошо слюна желтворящее делает довольно густая но я думаю надо немножко растворить или бахнуть все таки надо и сюда бы процентов 20 наверно дорам еще вот с такой вертикально ориентированной струей заливать большие площади одно удовольствие даже страшно представить сколько бы мы потратили время делая это просто кистями однозначно пулек это отличное приобретение когда у тебя есть компрессор ну как тебе улик косарь да пульвик за сотку берешь самую дешевую краску то саре надо еще гаечки тоже с другой стороны на удивление нам хватило одного слоя на всю эту площадь а здесь приблизительно 10 квадратов мы потратили где-то половину банки я уверен был бы у нас еще один гараж под покраску и на него остатков бы хватило заявлено что будет сохнуть сутки но у меня нет столько времени завтра после обеда мы с народом уже будем здесь ну чё вот на ребята приехали сегодня будем рисовать гараж я надеюсь высох пойдем посмотрим это московский филиал кислого чая чатика который я создал когда началась эта движуха с кадама мы собрались сегодня пожарить шашлычки не заодно порисовать так нормально вроде высохла уже полностью из пакета трафарета я так и не доставал как сложил их на фестивале так они у меня и лежали вот теперь задачка разобраться что здесь к чему сейчас поэты будем ориентироваться и повесим уже нормально основной трава трафарет немножко заела конечно вот теперь я уверен что все пропорции будут соблюдены впредь теперь когда дело дойдет до масштабных работ только так и буду поступать после этого раза трафарет уже точно отправиться в топку так начинаем сегодня помощников у меня хватает в этот раз лепестки будут белые надо же привнести какое-то разнообразие обратите внимание я тут на них набрызгал розовой краской этот вариант хочется сделать посложнее применяя разные фишечки как и в прошлый раз я разметил все области которые следует залить разными цветами через краску начал просачиваться пермаментный маркер и перекрыть его не так уж и просто видимо нужно придумать какой-то другой способ разметки по факту я использую все тот же набор банок который мне упал с фестиваля плюс парочку дополнительных цветов это я про цвет маркера которым обводил просвечивается даже под двумя слоями ну а в целом все идет по плану вообще для меня это милое дело вот так вот пару часиков у стены постоять погода позволяет и рядом друзья учуще нужно народ потихоньку начал тусить ну а меня ждет второй слой пригодился для такого паре то повторник пользуется лютые экстримы и то что так себя показывает я с тобой согласен кстати в этом плане согласен да по-моему просто невероятно выдерживает такие нагрузки вот так и вот это мне вот не нравится она тоже на что-то тоже можно не а тут я рука прижму нормально лишь работает чтобы они поддержали большой трафик ну вот он вот он нормально вписывается то он погоди надо лицо смотреть ровно здесь вот так благо в этот раз все нормально стыкуется но это небо и земля конечно то что было на пленке и что получается сейчас думаю не стоит объяснять что работать на твердой поверхности намного намного удобнее трафики ложатся и крепится так как надо какой смысл повторять ту же самую расцветку если есть варик сделать новую банально даже чтобы в моей голове эти две работы воспринимались по-разному кто вообще не понимает о чем я говорю посмотрите вот этот видосик и все встанет на свои места кстати хочу напомнить что если вам нужен какой-то художественный став обращайтесь в арт квартал там по моему промокоду кадама вы получите десятипроцентную скидку ссылочку оставил в описании ассортимент огромный в любом вы найдете что-нибудь что вам подойдет и то что вам реально нужно как будто не уходить эту песню поют по выходным здесь забавно что ребята подрубают почти то же самое музло что и слушает здесь по выходным местный народ совпадение совпадение темным полутоном хочу немного оттенить главную фигуру от фоновых лепестков в последнее время часто стал пользоваться этой банкой как пить дать когда она закончится раскошелюсь и возьму себе такую же пока 94 еще есть наличие кстати вы чё не слышали про то что его перестают поставлять в рашку до меня дошли слухи напишите в комментариях если шарики так все с этим разобрались погнали теперь другой цвет не уверен конечно по поводу второго оттенка по моему немножко темноват больно контрастно получается это конечно круто но не всегда смотрится конкретно в этой работе по максимуму для кожи предусмотрено три оттенка я делаю два вот наверное поэтому такая разница но я специально да по банкам ориентировался так тут что-то серые голубь не тут непонятно конечно конечно непонятно ну давай наверное сейчас я понял да сейчас я понял тут у нас собрался и старый млад прям праздник какой-то блин ну знаешь димон вот 94 она себя показывает просто максимально круто хоть и давление низкое но все равно ложится да я вам заявил просто козел на крышке козел на крышке дракар чё у вас тут ну типа холча любые лезвия с собой прескать это все что я тебе хочу сказать уже начинает темнеть а мы только к третьему слою подбираемся ну это короче ты с правой стороны я слева это все это уже помойка сдается мне сегодня я ее не закончил на это в принципе расчеты был я сразу для себя решил что хочу кайфануть и сделать максимально круто со всеми детальками оттенками да хорошо хорошо и на это уйдет не три часа гораздо больше времени на сегодня уже финальная прямая так полагаю заливаю рефлексы и блики думаю на этом придется притормозить сейчас наступает такой момент когда трафарет превращается пеструю кашу и ты уже не понимаешь что куда заливать вот это я не знаю ребята ну наверное наверное вот так наверное вот так наверное вот это что а короче я так понимаю что основная ставка пойдет на кисти потому что трафарет я вырезал под трехчасовой ивент и кое-какие моменты специально в нем упростил вот наши глазки это последний элемент который мы отработаем в трафаретах потом только кисть косые глазки не день пролетел как одно мгновение вот уже народ на автобус собирается все короче мы уже валим да держи смысл держи сейчас было страшно это видеоблог видеоблог камеру вырубай нахуй камеру вырубай нахуй ну сука ну ты молодец блять и палец прищемил и телефон выронил да приятно может быть даже не друг больше да да может быть даже и не друг а не старый паника ночью по лесу броди на два тысячи он волшебные лекции не не быстрее 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 всем кто был тогда большущий респект прекрасно расслабились а блять глаза ёбаный рот блять глаза потерян погоди не камера нихуя украшу а ну убери камеру хе-хе-хе здесь съемка видео запрещена блять ну заканчивать в таких потемках конечно не дело не мудрено что я тут на косячить умудрился вот это вот это а ну в принципе нормально что тут у нас получилось отжимать а что у нас получилось Мсх playful глаз покосился смотри один смотрит на нас а другой на misconceptions задумка такая угадай куда смотри получится да 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 не будем глоссовать А чё, нормально я тебе говорю небольшойindeer Ой, Володя, ты что, загрустил, что ли? Что-то не так? Что-то случилось, Володь? Вырубай камеру. Не вырублю. Так, так, так. Ух ты, блядь, красиво было. Ночь удалась убойная. Не буду вам ничего показывать, просто взгляните на последствия. Ребята оставили после себя разные художества. Короче, я тут еще минут 15, когда детектив ходил, сводил концы с концами. Забавно. Но работа не ждет. Хочу убрать все ореолы от краски, которая залезла под трафарет. Как видите, это дело такое. На это нужно угробить достаточно много времени. Вдобавок, эмаль такая непослушная на кисти. Я ее рот шатал. Хоть и с растворителем, все равно густая. Ну, просто замечательно. Пошел дождь. Я решил, что меня это не остановит, и продолжил. Но он и не думал заканчиваться. Скорее наоборот, только набирал обороты. Прям за шиворот пьет мне дождик. Ладно. Сейчас этот замажу, и все хорошее. Ну и вот вопрос. Повлияет ли дождь на эмаль? Ну, вроде она потечь не должна, я надеюсь. Вот, благо в капельки кучкуется. Вроде ничего не плывет. А вот и ответ. Повлияет? Да. И еще как. Как видите, весь пигмент вымыло. Или что это произошло? Я даже не знаю. Если есть мыслишки по этому поводу, напишите в комментариях. Мне интересно, реально. Эту фотку я опубликовал в инстаграме. Если вы хотите быть первыми в курсе всех новостей, то подписывайтесь обязательно. И на инсту, и на этот канал. Колокализируйтесь, если хотите получать уведомления о новых видео. Ну, а я думаю, что лучше уже продолжить в следующий раз. В следующем видосе. Ну, короче, тут работать еще и работать. Я, во-первых, голбоеб, глаз неправильно нарисовал. Ну, это как минимум. Но... Постоять перед ней еще придется. Да я с удовольствием, что. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok